Аномали Что мы знаем про данный мод? Аномали это один из самых популярных глобальных модификаций на платформе Call of Chernobyl К отличной картинке можно приписывать качественные шейдеры водных поверхностей, отражения на земле, множество геймплейных фич, наличие войны группировок И всё это находится под соусом под названием «Отличная оптимизация» Аномали это именно тот мод, в котором очень трудно получить по ходу игры вылет Это именно тот мод, в который ты можешь играть часами и всё время наслаждаться игровым процессом На момент создания видео, Аномали имеет версию 1.5.0 RC19 Но давайте вернёмся на 2 года назад и посмотрим, с чего начиналась жизнь модификации С вами, как обычно, Бесницкий Перед просмотром, не забудь проверить подписку на канал Ну а я буду начинать Самую раннюю версию, которую я смог найти на интернет-ресурсах, оказалась Аномали версии 1.3.1 от 21 июля 2018 года Скачав и установив её, уже в главном меню можно увидеть отличия с самой новой версией Отсутствие функции войны группировок Ручная установка количества жизней главного героя Функции сохранения у костров Режим агония Выбор сложности игры и экономики Ну и самое главное, выбор снаряжения Задний фон меню тоже отличается Игру я, пожалуй, начну за одиночек, чтобы нагляднее показать отличия данной версии от новейшей RC19 Второе, что, конечно, бросается в глаза Отсутствие 3D КПК, а также прочих слотов в инвентаре Как и кнопок сортировки Их тоже нет Смотря на НПС, можно заметить, что в сборке установлен HD-пак моделей Оглядываясь по сторонам, можно увидеть ещё одно большое отличие от новейшей версии Отсутствие работы над локациями Как мы знаем, в Аномали 1.5.0 в апдейте 3 Завезли новые переработанные локации, которые получили вторую жизнь Появилось как множество деревьев и кустарников, так и мелких деталей По типу кувшинок на болотах Что очень неплохо вписывается в наполнение локацией Погода тоже, как и локации, подверглась переработке Третье, но уже глобальное изменение Огромное множество внесённых правок в движок Даже обычный игрок сможет это заметить Банально просто посмотрев на пункты в меню настроек Ведь игру теперь можно настроить по максимуму Начиная от настроек графики, звука и управления Заканчивая настройками геймплея игры, анимации и Alive Шейдеры и визуальные эффекты получили значительные улучшения Такие как новый противогаз с хорошими преломлениями Трещины, которые реагируют на свет и капли дождя В дополнение к улучшенному тонированию Отражению от воды, новыми шейдерами на мокрых поверхностях и многому другому А самое главное, наличие 3D КПК и тотальная переработка звукового окружения игры Что в целом гармонично сочетается со всем перечисленным ранее Система Alive получила серьёзные изменения Сталкеры путешествуют и чаще сообщают о своей деятельности и в других частях зоны Зона постоянно меняется, как аномалии и мутанты Элементы динамического мира повсюду вокруг вас В которых вы можете не ожидать их Четвёртое глобальное изменение Удаление одного сюжетного режима Который был ещё со времён оригинального Кока И добавление 4 новых сюжетных линий Живая легенда Смертный грех Операция закат Пустые границы А также добавление новых циклических квестов для каждой группировки А каждый этап сюжетной линии откроет бонусные группировки для игрока В игру также добавлен новый набор достижений Которых, на минуточку, больше 20 Пятое глобальное изменение Наличие опций для запуска войны группировок А сама война группировок Напичкана интересными фишками Одна из моих любимых Направление отряда на захват той или иной территории И именно здесь Игрок может выступить главой группировки А не обычным рядовым солдатам ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шестое глобальное изменение Добавление огромного множества предметов Новые стволы Медикаменты Приборы А самое главное увеличение числа бронекостюмов Более 30 видов Плюс добавление огромного количества визуалов НПС И введение в игру новых мутантов Седьмое добротное изменение Это правка меню спавнера Или же как его еще называют Повелители зоны Но в аномали это называется Режим откладки Теперь в этом режиме Можно не только заспавнить предметы Во внутриигровой инвентарь Но также имеется куча настроек Для внесения изменений в погоду А эти самые изменения Происходят в реальном времени Без перезагрузки сейва Прямо на ваших глазах Еще в режиме откладки Имеется много чего интересного Что конечно не заинтересует игроков Это предназначено уже для самих разработчиков Если сравнивать глубже Старую и новейшую версии модификации То можно выделить огромное множество мелких правок Которые Если перечислять их То это выйдет на большой список Допустим Как список продуктов К новому году Я же провел сравнение глобальных Самых важных изменений Подводя итог Могу сказать Что аномали За эти два года Прям таки выросла на глазах Став из обычной сборки Платформе Call of Misery Глобальные модификации И даже сейчас Разработчики не останавливаются На достигнутом И стараются как можно чаще Радовать игроков Свежими обновлениями Хочется пожелать всей команде Сил и терпения Довести свое творение До финального Законченного вида Ну а с вами был Безницкий И в этом видео Мы провели сравнение Одной из самых первых версий Аномали От 21 июля 2018 года С новейшей версией 1.5.0 РЦ-19 От 16 ноября 2020 года Всем спасибо за просмотр Не забудьте оценить данное видео Лайком И подписка на канал С колокольчиком Подписывайтесь на мою группу И на мой профиль Вконтакте Ждем выхода ДТР 1.0 Ах да Не забывай Зона Хоть и большая Но все же тесновато Поэтому Еще увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok